братья если есть вопросы можете задавать игнатию тихоновичу никого нет есть есть подожди это неожиданность какая-то я уже думал никого давайте-ка что там у вас есть мир вам игнатий тихонов с миром это ксения михайлова ну да меня интересует вопрос не участвовать и бесплодных делах тьмы но и обличайте вот это обличайте оно и добро для обличаемых и добро для нас самих я так понимаю да потому что 318 запишите прочитайте ну мне такого сейчас чуть-чуть я подальше скажу если вот мы не обличаем грех то он со временем может стать нам для нас самих привлекательным да я так понимаю потому что у меня вот сын подростком когда был у него его вообще понесло во во все подряд понесло и я его начала обличать во многих грехах на их столько много было что чтобы он от меня не сбежал я в некоторых грехах его не обличала и вот где я его не обличала это для меня потом стало для самой нормой а где я обличала это так осталось для меня грехом именно для меня это так и есть просто у меня еще второй сын сейчас зайдет в этот возраст подростковый и в подростковом возрасте за все обличать там не получается просто ребенок он сбегает из дома вот такое есть что где мы не обличим для нас самих это становится привлекательным есть такое вы видите как один говорит я пошел доить а корову молока нету я отлупил ее следом она дала мне целую бочку так может быть корма надо давать корм хороший давать обличать это вопрос когда ты уже говорил занимался и он не слышал или править или там такого высокого ранга это один вопрос а сын с сыном то легче разговаривать ты просто скажи сынок тебе надо родиться свыше чтобы дух божий тебе глаза открыл на все потому что я сейчас не могу сказать следователь тебе будет перечислять в уголовном деле когда тебя в тюрьму затащат ты будешь ждать от нас передачки позор семье зачем ты это делаешь давай вместо молиться вот таким путем иди они просто так его побила обличила и пошла довольно сказать надо и показать путь выхода из этого и признать своя вина твоего дитя как ты могла это допустить как игнатий тихоныч он у меня с детства при храме он с детства в обо всем этом говорим и священное писание все но я думала что такого не будет в подростковом возрасте но это все произошло я в храме уже очень давно и он все время там и пел на клиросе и вдруг понесло все равно их всех понесло я смотрю этих детей церковных понимаете храм главное место развращения вот вы говорите храм как будто бы это какая-то преграда это наоборот кто там есть проповеди нету он храме это все он охватался и все не храм надо было сходили вместе домой лучше на лоне природы побыли да вместе побеседовали посчитали библию храме храме и схрамались и господин храм храм говорит камня на камне не оставлю храм это источник главное зараза была туда пришли люди обличали христа и предали его это всегда так было понятно игнатий тихоныч вот одна женщина тут на меня вышла а у нее не лады с сыном да он большой уже уже двадцать лет но у него там свои все на каждом школу проблема проблема я грето слово выбрось она поганая нерешенный вопрос но я встретился два раза мать с матерью не разговаривает там такие очень плохие отношения она сейчас зашла и мне сбрасывает он похоже вас вы ему понравились это такая неожиданность он библию считать начинает я ничего не знаю от меня не зависит надо главное корень задеть если этого не будет потом тебе не вернуться это коротенькая жизнь одно мгновение на той стороне повторяю у меня нет религиозного гуманитарного образования это помогает мне говорить беседовать не по той системе который осипов там даст или там другие там которые сидят дворкина живое слово и ваша жизнь должна подтверждать это храм ходить надо но только храме он должен знать не все так как надо когда мы спали в это время туда в окна на быстро набросали дохлых кошек и собак и поэтому это не наше надо выбрасывать я образно говорю я начальник детского лагеря был детского отовсюду люди были за границей бога не знают ругаются матеряться бывает наркоманы я 45 лет директор 45 лет и когда встала уже проявляются плоды что ребенок не возвращается к прежнему ни наркотики не и они здоровые делаются люди все время каждый день спортом занимаемся и работаем стали родители приезжать даже директор кэстонского института из лондона прилетела ей дали сопроводительного какого-то юрия станкина в москве и она прилетела потеряевку ксения дэннон я ей книги еще подарил она большую статью тогда опубликовала в интернете исполнение мечты в сибирских степях вот как бог господь делает у меня ничего нет приезжают профессора психологии живут и наконец у меня строгая дисциплина родители расписываются что я имею право физически наказать его каждый родитель дающий детей записывает а как когда касается ничего нет нигде комиссии назначали дитя осматривали кандидат медицинских наук вмешалась прокуратура 18 краевых комиссий против меня было только три или четыре уголовных дела возникли все лопнуло почему бог бог стоит они ничего не могли сделать вот как бог делает удивительно и люди то делаются другими они встречают а он ребенок другой он свою сестренку там гнобил а тут такой парень да как это так психологи и наконец находят главная движущая сила лагеря стана у лапкина тере с большой буквы любовь вот как от которой знают у вас только строгость нельзя концлагерь какой-то а не лагерь все в прошлом вот как это сделать это бог делает повторяю у меня нет образования ни религиозного ни гуманитарного я беру у каждой страны где ездил в америке по вазили скаутские лагеря самое хорошее все у себя применил везде даже сектанты где-то протестанты я от них взял многое вот как легли спать даже шепотом ни одного слова утром встаем всегда в пять где в каком лагере детском в пятеро они вам говорят у нас два этажа на первом мальчике на втором девочке приходят воспитатели утром нижний этаж пустой все на верхнем у нас где для девочек для женщин отдельные кельи построены даже мимо проходить мальчикам нельзя вот какие правила купаются только брось пока те не уйдут другие не подойдут церкви лево-право стоят все разорвало никак побрось а как это господь повторяю господь благодатью своей это делает боязно говорит скажешь а вы хвалитесь хвалящиеся хвалились господом что знает его написано я хвалюсь господом моим что он меня на это дело избрал и государство за 45 лет ни рубля не дало ни рубля а то люди понимают раз я директор завалили ничего нету но я внимательно слушал где закрываются лагеря списанные что-то в тумбочке что взять можно договариваюсь краевая администрация мне помогали милиция помогала мне автобусом увозить детей а как это начальник УВД генерал-майор Вальков мне близкий прокурор краев генерал-лейтенант близкий и поэтому все глушилось а теперь осталось как памятник и где лагерь был теперь там музей музей написано комплекс для бедных лагерей вот как бог делает я даже грешным делом говорю господи как хорошо что ты меня избрал на это не ошибся ты в деньгах толку не понимаю для меня хоть вот золотом земля посыпана долларами я не понимаю это не мое ни копейки ни доллара ни цента за всю жизнь не взял себе и потом всегда экономия и деньги и кому помочь это бог делает так бог вырос в такой семье 10 ребятишек отец инвалид и все это мне на пользу оказалось так что Псения я не знаю в какой стадии у вас это разложение но что вы говорите это ужасно ребенок с вами был и теперь все пошло туда обличать но обличает что курить нельзя допустим остальное он сам должен смотреть я не могу дать вам совет я могу только показать пример своего воспитания детей каждый год 45 лет вот возьмите для себя что это в государственном масштабе 45 лет ни одного директора нету а люди то посторонние дети я должен знать что им больше нравится изучаем травы ходим ягоды собираем до обеда работаем купаются раз 6 в день в воскресенье на лодках на лошадях вот я должен все абсолютно взять на себя по деревьям лазит а упадет падет погиб я должен научить его я их под зеленым стыкном не держал ребятишек на деревья лазили как белки какое дерево какие сучки что крепко я должен все знать абсолютно так они никто для меня никто первый раз я их вижу привезли двоих а родители оба за убийство сидят что у них на уме а ребятишки а бабушка то с ними я вот так то говорю не наклоняйся в левой руке кусочек а в правую ножку так положи не наклоняйся я бабе скажу так а баба засмеется и скажет а я и не знала и опять что-нибудь я ему рассказываю над столом не наклоняйся баба опять узнает скажет а я и не знала вот они стали вспоминать какая баба да они еще заказали песнопение какое-то по ГТРК радио для меня специально за воспитание детей конечно это трогает сын если был бы где-то в нашем лагере или на лето вы к нам приехали он побыл здесь побеседовал бы я с ним надо мы хотим попроситься к вам на это лето ну вот мы поговорим с вами чтобы он с вами был рядом что это означает как это во что обойдется откуда ехать далеко нет отказания вот поедет приедет сюда Семенов значит Вячеслав Сергеевич он приезжает и с женой с Катериной и с отцом вместе крещения принимали Сергей Николаевич вот настоящее гнездо православное и когда едут надо вместе чтобы не одни были в вагоне раньше у меня были люди отовсюду из Прибалтики из Одессы и когда едут потом говорят едем дорогой ну человек 15 ребятишек а эти проводительские говорят да что это за дети ни шума ни гвалта нет сидят как старички какие-то что-то читают потихоньку разговаривают вот какое дело за ними никто уже не смотрит хотя воспитатель приехала с той стороны так что храм что не при храме может это самый хуже элемент их от них нельзя было оставлять ну вот все у меня а то я тут разлился как море благодарю Игнатий Тихонович спасибо большое ну все с богом конечно по всем признакам сходится только на один город да да спорили со мной многие об эту тему вот я валенки подчиняю смотри какие да красивые стали и вот попробуй обвини такого взяточницы вот это все оторвалось в три этажа заплатки у меня шило с крючком и рвет оно вот вот город даже считать страшно поэтому кто толкует вот апокалипсис там многие касаются я считал но лучше этого нету вот это все вместе собрать и всю историю знать и так говорить это отец Геннадий фастука мог это понимает сегодня что все остальные которые толкователи толковали они просто поблекли он знает сектантское и сразу выводят и видят смертельные точки где только прикослись и все развалилось вот этот человек как он пришел к Богу если желаете я выставлю материал потому что записано у нас было пол пятого утра закончилась беседа и этот Менонит немец молодой преподаватель в Томском университете физик-математик стал православным а как это да как никак Бог Господь Господь вот если бы с ним ну то не согласен был какой-нибудь кандидат наук там доктора богослов а то никто печник да сторож смешно даже разговаривать но он не пренебрег и что самое интересное здесь он где бы что не выступал где только первый раз он обязательно говорит где он обратился в моей квартире в какого числа как все назовет были такие которые обратились но они решили так меня отрезать а я и до себя там все знал знал до встречи а вот теперь у них остается только то что было до встречи раз после встречи ходил в университет там где занимались мы у него остается фиг ничего нету и он ушел в мир вот чудо какое хорошие люди но как только не стали говорит лгать что я до встречи с вами знал значит после встречи ты ничего не получил нет бог отрезает а там пустая сфера как если бы один раз еще можно подумать вот и не один раз я уже заранее знаю а отец Геннадий сколько лет уже прошло и он по сей день везде где бы ни выступал подчеркивают где он пришел как это было он стоял внизу с банкой краски которую я подал а мы ремонтировали базу и он говорит я понял у сектантов у них от головы у православных от духа святого я не знаю меня слышат или нет я слушаю бог отец подожди минутку так сейчас я тут маленько городушку восстановлю чтобы мне валенки не уронить я вот не знаю как тут будет слышно так слышно да слышно ну говори давай что ты хотел сказать дорогой я вспомнил как вот здесь ну когда меня рукоположили рукоположили да ты мне сразу посоветовал съесть отцу Геннадию и поучись я был там у него кажется несколько недель или уже не помню сколько да да я увидел значит я пришел значит он уже заканчивал службу и после службы здесь он говорит сейчас мы будем читать слово Божие пророкам Малахию это там все приход все люди да и вот он разъяснял это да конечно это было такое большое поучение за что я тебе за этот совет очень благодарен но еще отец я у тебя ты значит говорил у тебя тысячелетнее царство ты собрал все вместе где-то на больше чем сто страниц может ты мне я вот не нашел в твоих я скину сразу отец на ум сразу скину я недавно еще дополнил полноценную разослал но тебя не узнаешь там в кустах сидишь а теперь я тебя вижу голова целая да вот у меня кто заходит сегодня опять ночью один зашел сознался я грузин я сразу спрашиваю Тбилиси знаешь ли там район Африка называется у вас да да я к вам направляю вот этот вахтанг из Ниде где он там Ирландия работает грузин я его тоже к вам направляю когда говорю приедешь домой-то на родину-то вот к отцу на ум Израилю еще схожи да ну мы всегда принимаем с Новосибирска был тоже один грузин приезжал мы даже с ним сфотографировались Георгий зовут его да да ну что все слава богу не будем задерживаться Вячеслав хотел попозже или сразу я против о тысячелетнем царстве вашу статью вот которую последний раз вы сбрасывали мы на сайт добавили теперь она на сайте хорошо я сбросил в чат интервью Геннадия Фаста и противосектантский материал и вот это о тысячелетнем царстве прекрасно а вот который вчера вы мне скинули я его так проверил и все посмотрели какие я сделал ссылки там про алтарь и про причастие да посмотрел я 70% и того что вы сделали сейчас уже прочитал сейчас хотел дочитать еще и вы все все то отметили что я тоже для себя внутри себя отмечал при одно время это сказать показать на то что надо а другое что высвечивается и оно не по слову Божию то есть там уже разберешься главное обратить внимание на эти слова я думал не успел думал не закончу вчера а я могу выставить ее куда-то в интернете другим на открытых обязательно нужно это сделать да я думаю ваш материал я возьму разрешение сначала да да нужно обязательно да там есть есть прям явные перекосы и заблудения есть очень хорошие а вы так а вы поняли что впереди я делаю сравнение по по знакам статистика сколько занимает это и сколько коринфянам и другие с какой целью я вчера еще я вчера телефон потерял и только вчера нашел его под конец уже вечером и в машине ехал у меня жена читала я еще сам глазами не смотрел ага ну вот такое дело я думаю догадаешься что я делаю сравнение то что они показывают здесь как будто Христа нет совершенно новая религия хотя это необходимо ну а Христос то где и вот они прямо на рукавник не надел смертный грех ну вот такое вот это прямо так там притом говорят что если причастишься грехи простятся да это вообще что-то я все выделил это является руководством сегодня для священников а вы дальше читали откуда взяли вот это известие учительное все начитал все откуда начитал и эти знаки вошли в эту же систему которая впереди написана дело сравнения чтобы кто догад догад вы впереди сколько страниц это текст занимает ну когда при 100% и там я не знаю шрифт 20 или 18 то что у меня статистика готовая на библию на каждую книгу сколько букв сколько с пробелами без пробелов все я над этим работал очень долго две девушки мне помогали они сидели на калькуляторе и когда я считал подводили итог вот такое дело а теперь-то я думал что вы зайдете там какие вопросы-то я уже высветил хотел да-да-да я хотел зайти да-да подписать да да ну вот если будет во сколько потому что сегодня идти на богослужение я тут хотел сказать одно интересное вы моих людей которые нашего региона переманили себе вот это да а почему я теперь вижу застойнее кто живут в нашем районе на 4 часа позже к вам прилепились ээээ нехорошо бросили меня это надо их вы это прогнать у вас сегодня было на 13 человек больше чем у меня утром и главное живут в нашем городе и к вам туда лепятся это проспали а до этого все время были здесь. Я сам себе думаю, вот это, никогда не думал, что можно найти сонливых. Аллилуйя. Если вопросы будут, братья, задавайте. Пока есть возможность. Игнатий Тихонович, мир вам, слышно? Да, слышно. Говори, кстати. Ага, я со своим же набором вопросов. Вот приходится в моей жизни часто посещать вот этих детских врачей. И они все в один голос говорят, что дети становятся болезнями, как старички. Вот сейчас у них уже старческие болезни. И, то есть, они вообще, многие не доживут до старого возраста. У них уже и инсульты в 14 лет, и сахарный диабет. Ну, в общем, и зрение поколения слепых людей растет. Вот, я подошла к батюшке и говорю, батюшка, почему такие люди теперь на свете будут жить? Почему дети так рано будут умирать многие? А он говорит, что такое время наступило, что эти люди не выживут в те времена, и Бог их раньше забирает. Это так? Вообще? Может быть, и так. Но дело в том, что сегодня в одно время дети, которые живут в деревне, они совершенно другие, которые верующие, конечно, родители. Они как козыки прыгают. Никаких инсультов никто не знает. Сегодня, в настоящее время, где не курят, не пьют, и вода своя из колодца. Они отравлены воду тут пьем. Вот и все. Понятно. Ну, вот у нас в городе... Ответ его глобально прав. Понятно. И еще такой вопрос к этому. А то, что сейчас детей выхаживают недоношенных, может быть, это не надо вообще делать? Недоношенный ребенок там должен был погибнуть в утробе матери, и его там выхаживают, выхаживают. Это тоже к этому же приводит, да? Нет, тут есть другое дело. А то еще оплодотворяют, это искусственно, да проще. Церковь запретила это. Какой есть, такого и брать. Ничего до этого не предпринимать. Вот у нас у матери было 12 детей рожденных, 10 живых. И ребенок один умрет, ну что там надо? Она да и не плакала. Почему? Да их еще полна комната, ребят. Все на лавочке сидят, кашу с масочкой едят, как песню «Упелен от колыбели» у каждого ребенка. А вообще один умер, он генерал, говорит, я себе места не нахожу. Ну, сын был у генерала, пошел, ну, уже он там майор был, видимо, его убили. И он теперь у него никого нигде нету. Женщину спрашивает, там полячка одна, как вы так сохранили в таком возрасте, такой вид у вас, как будто бы лет 19 вам. Она говорит, чаще рожать надо. Ощущение организма идет. Вот так вот. Показывает Путин, Владимир Владимирович, награждает там 18, что ли, детей. И подает там святые, и муж, и он такое хорошее слово говорит, баптист. У баптистов 18 детей даже сегодня можно встретить. И больных нету. Вот и весь ответ. Надо жить для Бога. А в Библии говорится, когда у царя умер молодой человек, прямо ребенок совсем, в нем одном Бог нашел утешение и забрал его. Вот ваш священник правильно ответил. Понятно. Еще, Игнатий, последний вопрос. Я вас постоянно спрашиваю о здоровье своих детей. То есть, я так понимаю, что у меня, я из здоровья их делаю какого-то идола, наверное. Больше всего времени я этому посвящаю. А идол будет разрушен. Я знаю. Чем больше я забочусь, тем хуже будет становиться. Какая-то мера должна быть. Нет, нет. Сказать так нельзя, что хуже. Но и наша мама никогда не спрашивала. Ну, а если ребенок, ну, катаемся на лыжах далеко от деревни и хватаешь снег. И когда я считал, что на севере, когда шли исследователи, то у них с собой был нагревательный призм, примус, я не мог понять, зачем. Вокруг лед, отломил и повел. Понять это, какое было. Температуру тела надо изнутри поддерживать. Если вы заботитесь, то надо заботиться правильно. Не только о здоровье, как послушание родителям, Слову Божию, интересует ли его будущая жизнь. Я вот вчера меня возила, вот я ее тут сейчас не вижу, Елена Гладычук, возила в поликлинику краевую. Ужас, сколько людей идет. До этого с меня анализы снимали в больнице, а здесь более боязливые, даже запрещали снимать. Ну, еще люди болеют. Я по сравнению с ними-то вообще и не болею. Вот они спрашивают врачи, врачиха, если вы не испытываете, а у вас когда что-то, температура как поднимается, на сколько? Я говорю, не на сколько. Любую операцию мне делали на позвоночнике. Тяжелая операция, температура не грамма. И давление одно и то же стоит. Да вы что? Ну, проверим. Проверила, ну, маленько там где-то выше есть. Ну, выше я сижу здесь у вас, наглотался дым вот этого. Ну, вот так. И поэтому здоровье-то все-таки от нас зависит. Вот такой был антихрист на русской земле Иванов, Парпирий Корнеевич, холодной водой обливались. Он говорил, главное, болезнь в тело не впущать. Вот, он говорил правильно. И поэтому, ну, курица под угон, под угон, кудахтала. Там, цыпленка утащили, и все. А у меня еще 12. А если одна, один цыпленок-то, она будет целый день его искать. Надо чаще рожать. Это так говорят они. Я не говорю этого. Я говорю, что горе, которое имеют в очреве, сосами питают. Горе. И блаженные сосы не питавшие. Выйди замуж, женитесь, вы тебе скорби по плоти, а мне вас жаль. Павел говорит. Ну, надо к этому прислоняться. А если уже женство, концерт, противо там разные, предохранительные, ну, и дальше семья какая должна быть, они ее распределяют специально. Этого не надо ничего делать, это убийство. Если один аборт сделала, на 10 лет отключается женщина. Правило Василия Великого второе. Мы должны все-таки ориентироваться на священное писание, по которому Бог будет нас судить. Я вчера насмотрел все всего, и проповедь, у меня около 40 наметок, сказали на проповеди говорить, а я скажу о смерти. Что такое смерть, что такое умирать? Скажу необычно, если Господь позволит. Я насмотрелся, и у меня в голове повернулось, нужно о смерти рассказать. Спасибо Вам, Игнатих, благодарю Вас за стихи, Вы мне там кинули про здоровье. Благодарю Вас очень сильно. На меня вышла Екатерина Можина, и у ней есть связь с Рахилю Загидулиной. И она попросила написать ей, а я передам, потому что я писал, а она уже закрыла свой чат. Уже разные предложения есть. Вячеслав ушел. Да, ушел, ему на работу. Здесь, здесь, здесь. Ну вот последний вариант, я сказал, он подходящий, чтобы собрались, все договорились, никто ничего не говорит, потому что кому-то надо, чтобы другой молчал, только не о себе. Все молчат. дать мне слово, и я покажу, что они виновны все. Все. Уже с одним человеком уже договорился. Я вам там спросил, послушайте сообщение его последнее. Вот это надо как-то собрать это дело-то и выйти на это, может быть, поможет. Ну вот Екатерина Можина, она сейчас с Рахилю должна договориться. Я сейчас оставляю письмо за Генурина, много времени уходит. Видите, написаны только об обиде, там обида речь идет. Уже 20 стихотворений своих нашел, 21. Полный комплект. Дальше теперь хочу везде фотографию найти, показать, что она теряет. Друзей, как в Потеряевке была. Ну и там дальше видно будет. Когда человек обижается, он не прошел даже первый шаг в христианстве. Он только ко Христу начинает двигаться и тут опять отступил назад. Отвергись себя, это первая ступенька. Себя раздави, расобщи, а не то, что тебе сделали замечание, на которое сама ты настущалась. Один мужчина разговаривает, тебя уже это тронуло, ну и все. Хотя, по сути дела, там у ней есть и правда. Вот это все мог бы выложить. Вячеслав, слышно меня, да? Да, да, да. А первородный грех здесь вот по грехах родила меня мать моя. Значит, вот мы здесь рождаемся, здесь вот это первородный грех. Здесь от греховного в Адаме все согрешили, а во Христе все оживут. Вот отец появился здесь, вот пускай он разъяснит нам. Приветствую тебя, отец. Добрый день. Да. Ну вот сейчас мы вот рассуждали, да, вот здесь Вячеслав привел пример, что здесь Давид говорит, во грехах меня родила мать, а вот первородный грех, здесь мы, здесь плоть Адама у нас. Здесь, поэтому вот этот первородный грех у нас, да, ну и, конечно, уже потом уже рождение выше, свыше, и смерть, разъясни нам это, отец. Отчего тут разъяснять, когда все сказано? Тут разъяснять вообще нечего. От орла родится орел, от грача грочь, грач, от курицы курицы, и потому написано и родил Адам Сифа по образу своему. Вот где начинается. Грех проник во все миллиарды клеток. В Адаме все умирают. Вот это все написано в Адаме. А сколько умерло? Подсчет показывает, что больше ста миллиардов. Все смертные. Ребенок родился, он растет, он уже умирает. Да. Вот так. И все тут во Христе. У людей нет понятия даже о спасении никакого. Я не говорю о ком-то, о православных. Вот я буду ходить, вот рот разину, мне что-то положат, и я спасусь. И у меня есть одно выражение, которое обдумать надо. Бог никогда никому не прощает ни одного греха. И не только не прощает, но и не может. вот объясни это, что это такое. Бог никогда никому нигде ни одного греха не простил. За так. Ну, там же есть такие выражения, прощаются тебе грехи твои. Ну, прощаются Бог не может простить, потому что иначе он простил Адама и Еву. Ну, Адам съел там плод один, ну, не брал же он корзину этих плодов-то. На сегодня в сад ко мне залезли, так я бы ему еще сказал, где там у тебя ребятишки-то, зови всех. Один плод вкусили только и умерли все, скотина, рыба, тараканы, все мертвые сделали. Это как? А имя тому, кто это сделал, любовь. И вот когда с людьми разговариваешь, в первую очередь, я говорю о православных, понятия никакого нету. Бог никогда, никому, нигде не простил ни одного греха за так. А я буду ходить в церковь, я буду баранов резать, устрою праздник баране. Сколько таких религий, миллиарды умерло в этих религиях, и ни один не зашел на небо, ни один. Иоанн Креститель обезглавлен был, и душа в этот же день ушла в преисподнюю. Он в районе попал. Почему это рассматривается, что он буквально затрещал от этой святости? А почему? Потому что 6.23 послание апостола Павла Кримов «Возмездие за грех смерть». Смерть это Божий принцип. Он сотворил человека, зная, что он согрешит и все будут умирать. Нам не надо рассуждать, нам надо это принять. Бог никогда никому не прощал ни одного греха за так. Нигде никому. Почему? За грех кто-то должен умереть. Возмездие, плата за грех. Эти грехи взял Сын Божий. Вот в этом вся история. Никакие религии этого не знают. И поэтому все 500 религий, какие были известны римлянам и их пантеоне, объявили войну христианам. Они сказали, все ваши идолы бесы. Бесы. Как Лев Толстой называют, черти рогатые. Все 500 религий бесследно исчезли. Ни одной нету. А христианство сегодня исповедует 2 миллиарда 450 миллионов. Вот как. Мы Бога-то не знаем и себя не знаем. Я буду жить свято, спрячусь за стены, буду каждый день причащаться пять раз. Это ничего не даст. Ты грешник, ты умрешь и пойдешь куда надо. ты должен принять того, кто взял твой грех и заплатил. И ради этой жертвы прощаются. Потому что уже смерть наступила за мой грех. Мне этого никто не сказал. Родился там, где верующие, люди, все, мать верующая. Она знала только, что нельзя делать. пионеры вступать, нельзя танцевать, нельзя с женщинами дело иметь. Меня Бог спас от этого. Но я грешник. Я понимал, но я не делаю что, я не пью, не курю, не матерюсь, по сей день матерка не сказал ни одного. Но мне Бог показал, как я не знаю, что я грешник и я буду в аду гореть. Я делаю добро, последнюю копейку отдаю, помогаю бабушкам везде. Я понимаю, я грешник. У меня все аккуратно в жизни, здоровая жизнь. Я учусь. И я понимаю, я грешник, я умру, буду в огне гореть. А сегодня в церковь два раза сходил один раз, уже все, я спасен. У меня батюшка знакомый. Вот это вот, что мне Бог дал, самое главное откровение, откровение, что я грешник, не просто грешник, а погибший грешник, и не просто погибший, окончательно, бесповоротно, неспасаемо. Почему мне нравилось, где что про Бога говорят, я обижал, записывал. Ни одной книжки настоящей не было. Евангелие мне дали первый раз, 27 сентября 62-м году, 23 года мне. И когда хозяева зашли из комнаты, а до меня я сидел с Новым Заветом, меня не надо было уговаривать. Моя вся внутренность кипела, Господи, Ты нашел меня, а я Тебя нашел. И мы склонились. И в первой же молитве Бог дал мне рождение свыше и крещение Духом Святым. Никто про это мне не говорил. Почему? Я встретил того, кого искал. А сегодня ему сто раз говоришь, ему нужды никакой нету. Кто-то что-то сказал, ушел, принял крещение, обоглашенных был, помогали ему, снабжал его книгами бесплатно. Он раз, и как будто его никогда не бывало. И это не один. А почему? Хорошо, что освободились. Это лишний балласт. Нормальный юноша, нормальный ходит, принял крещение у нас, вот исчез, как будто никогда его не было. Где он, этот человек? А если ты верующий, у тебя все это будет развито. Какие плоды Духа известны. Сегодня особенно развиты дух зла, неблагодарность. Хоть что делай. Я просто, ну, как ни по хвалу, хочу сказать, почему ты оказался благодарным? Почему ты нас так встречал? Я только захожу еще весь в пыли, ты меня уже в алтарь и перед народом уже лучших перевозчиков даешь. Тебе это не понимать. Как у нас на пути мы едем. Встретились, мы сейчас садимся, у тебя уже все бабки с корзинками, с разными лаваши, все принесли, снабили, загрузили. Почему? Тебе Бог открыл. Вот это старайся людям дать понять. Это надо быть избранным на это. И тогда все станет на место. Все. Не надо никаких доказательств. Не надо. Бог мой сказал мне. Бог мой положил на сердце. Почему Златоуст говорит совесть первичнее Евангелия? Она была, когда Евангелия не было. А почему? Две тысячи с лишним лет как существовал мир, если ни одной буквы не было написано Моисеем? Совестью. Вот совесть это вот это что надо заложить в ребенка. Он многое не понимает. Ему много не надо. Ты пробуди его совесть и скажи это от Бога дар. Человек от природы. Да вот он от такой-то. Да эволюция. В эволюции в природе нет ума и нет совести. А в человеке то и другое. Вот как разговаривать надо с безбожниками, материалистами. Откуда? Бог дал. Бог. У совести только человек. И конечно ангелы. И вот теперь это развей везде. Где ты услышал, где крещение принимал, это место благословляй. Кто тебя крестил? Благословляй. Если он живой, помоги. Нет, неси его в молитвах. Вот и все. Да. Еще отец Вот я читал проповедь, значит, здесь, ну, на тему их знания Адама из рая. Значит, здесь Бог дал возможность Адаму, там мысль такая, Адаму покаяться. Значит, когда они уже согрешили и увидели, что они наги, они скрылись в кустах там где-то. И тогда Бог говорит, Адам, где ты? Да, вот здесь, ну, говорит, я наги скрылся. Ну, и вот здесь, вместо того, чтобы покаяться, да, вот он вот такой ответ дает. Ну, его покаяние, если бы он выскочил из кустов, голос сказал, Господи, я согрешил, он, Господь бы сказал, прощаю тебе, прощаю, то есть, еще ты будешь 900 лет жить, но в рай ты уже не войдешь, ты будешь ждать того, кто этот грех понесет на себе, ты там будешь. Почему разбойник первый вошел туда и вошел потому, что Христос уже умер, умер, разбойник умер попозже, на полминуты, может быть. Вот, что надо людям дать понять, кто такой Христос, и поэтому религии, мы о религии вообще не разговариваем, мы говорим о жертве, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, люди крестят и выходят из воды, а там идет Господь, и простертая рука Иоанна говорит, вот он идет, Агнец, Ягненок идет, и все грехи мира не раздавили его. Его жертвы хватило бы, тысячи галактик были наполнены такими земными шарами, и там были бы такие же миллионы людей, хватило бы жертвы. Поэтому это было что-то невероятное, что Отец Небесный, как бы единство Троицы разорванное, Отец мой, для чего ты меня оставил? Это мысль такая. Вот мы должны в это проникнуть, а все остальное там уже идет легко. Отвергнись в себя. Кто-то что-то сказал, сразу забунтовал, чего ты лезешь? Авторитет потерянный. Вот я обращаюсь к опыту своей жизни. Никогда, нигде никто не говорил о жертве Христа. Но никто мне не говорил, что я делаю добро, и мне там хорошо будет. Никто. Совесть подсказывала, я умру и буду гореть в огне. Вот чудо Божье это. И поэтому такая радостная была встреча. Я вставать хотел не с колен. Корабль встал на рейде. И в это время я уже стремлюсь на корабль первого матроса и говорю, живем неправильно. Христос умер за нас. У меня блестящая характеристика. Учусь в высшем мореходном училище. Добился разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. А в душе пустота. Пустота. И в этом первого матроса говорим. Говорю, живу неправильно. У меня такие характеристики везде. А тут сразу к утру весь караван кораблей узнал. Лапкин сошел с ума. Вот в этом сошел с ума 60 лет живу. Да. Но еще у меня мысль появилась. Значит, вот икона здесь сошедствие в ад. И здесь как он выводит там и Адама, и Еву разрушил двери ада. Да. Первое послание Петра, 4 глава, 6 стих говорит, для того и мертвым было проповедано. Мертвым. А 21 стих и говорит, 3 глава. Почему? Кому? Которое во время Ноя спасения это восьми душ свидетельство было. Которые наказаны были по плоти, но ожили духом. Они дождались. Ад осиял. И Христос проповедовал там. И вот почему мы празднуем воскресенье, а не субботу. Суббота означает шаббат. Шаббат. Покой. Ну, шаббат. А какой покой? Бог сотворил все в шесть дней и почил. А чтобы спасти душу, там сказал только да будет, и полетели галактики, солнце. Здесь надо было выкупать человека. И поэтому он в пятницу распятый, в субботу он проповедует и отдел своих почил воскресенье. День покоя шаббат духовный. Поэтому мы его празднуем, не забывая про творение в субботу. Первые христиане отмечали шаббат, субботу и воскресенье. Ну, можно сказать, что воскресенье это уже вечный покой. Да. Субботство народа Божия. Да. И поэтому проповедовать очень легко. Вот вчера мне, я не знаю, Вячеслав-то, наверное, ушел здесь. Он дал, я не знаю, то ли я успел или нет. И он говорит, тут один мусульманин принял крещение, хороший парень, но он не знал, что он крапленый, что крещение не настоящее было. А в это время он мне звонит. Ну, и естественно, что я ему все материалы скинул. Какой он благодарный. Он ушел, уже смотрит. Нет-нет, да опять брякнет, видимо, что-то новое. И опять, я благодарю, да вы отец там первый раз. Ну, конечно, ему и сказали, какое должно быть крещение и прочее. Вот как. Он был одно имя, а ему дали имя другое. Не буду я говорить тут. Если кому-то знать, позвоните мне. Ну, вот, отец, он это, вот, сошествие в ад, здесь, это вот это Петра, третья глава. Значит, они, это только те, которые восемь душ до Ноя, значит, или все праведники, которые... Нет, вот там толкование, Миссарион дает такое, что люди понимали, да, кем проповедовано было, кому-то нет, ну, а те, которые строили, помогали Ною, ну, они-то там в аду покаялись или нет, и поэтому он упор делает на это, которое во время Ноя строение ковчега. То есть, это ответ тем, которые думали, всем простили, но те, которые слышали, которые рядом с Ноем были, не покаялись, им прощения не было? Было. Вот только и всего. Тут ничего не надо придумывать. Там же, вот когда Христос сошел в ад, там душам проповедал он, было проповедано, там он благовествовал. Да. Ну, если они там уже там находили, приняли Христа, конечно, они могут... Сколько там праведников здесь до Христа было, которые ожидали своего Мессию. Тут такую легенду придумали, что Иуда повесился для того, что пока Христос проповедует, чтобы его душа влетела туда, и там он выпросит прощение. И ничего этого не было. Нет, это да. Но он же все это слышал и ходил со Христом все время. Да. Так, вопрос это у кого-то есть или нет, а то я отойду. Да, благодарю, отец. Аллилуйя. И с миром. С миром, дорогие мои. Игнатий Тихонич, вот есть православная старовенческая церковь и московскую патриархата. У меня два вопроса. Один вопрос. Они входят в единую соборную церковь? Первый вопрос. И второе. И почему вот члены староведческой церкви, особенно священники, очень агрессивно настроены, как собаки будут вот так вот настроены на православных? Первый вопрос какой? С чем сравнение? Нет, не сравнение, они единая церковь, единая церковь. Вот православная церковь относится старообрядцей? Старообрядцей? Ну, перед Богом, да, потому что где священство есть, а входить вот как союз какой-то или что-то, подчинять разные томосы получать, нет. Они считают православных, вот как мы, это все погибшие люди. Даже про Серафима Саровского и то легенду составляют. Он курил, уронил папиросу и сгорел. Понятно. Значит, у них символы веры разные получаются. Символ веры тоже. Слово Духа Святого Господа истинного. Мы так и считаем. истинного. Они выбросили Никон. Как? Бога истина от Бога истины, Бог Отец Бог истины, а Духа Святого истины выбросили никак. Когда Князь Владимир крестил, было двуперстие, вам видно или нет, два перста. Вот так. А теперь заверший путь. А, говорит, Троица не умирала. Ну, мы скажем, и Бога человечества, то умирала плод человеческой. Бог бесстрастен, как потому что Старобрядцы разбиты на два течения. Одно имеет священство, это Белокреницкое и Новозыпковское. У одних митрополит Корнилий, а у других патриарх Александр. Так что у нас тут два патриарха, считаю, Кирилла. И есть беспоповцы, то есть отдельные толки, течения, которые они признают священство даже своих. Таких больше пятидесяти названий. Они крайне непримиримые. У меня есть такое выражение. Я знаю сектантов, какие были, работал среди них, почти всех. Самые неподатные, самые свирепые, слово свирепые даже применяю, это старобрядцы. У них прощения нет никогда. Никого. Никоняне и все. Ему доказывать ничего не докажешь. Он не знает. Библия двое, которые принимают ИТОС, переведен неправильно. Никоняне, то есть православные, перепортили все. Я говорю, вот Златоуст, 12 томов. Не надо, все, Никоняне перепортили. Ну, а вы-то чего не переводите сами? Нету. Я их знаю очень хорошо. Это то гнездо, откуда я произошел. Беспоповцы, кержаки. Ответвление от Волги есть, поток кержа, откуда распространились они. Никоновская реформа, он решил все сделать, как у греков. Самое безумное явление в России. Вот и все. Разделили народ русский пополам. Промасонили из-за мозгов. Я с ними имею общение. У них нет. Он трижды скажет, прости Христа, роди, но не прощает. Они всякие выдумки делают. Написано, конь ненадежен для спасения. То есть, ты на него опираешься. У них перевод славянский такой, это ложь, конь во спасение. То есть, лживый конь. Он тебя не унесет. Они ложь, конь во спасение. То же это говорят. И поэтому на каждом почти шагун гуд. Его нельзя никак. Вот есть храм Христа Спасителя, прямо рядом видно на Берсеневке Никола. Это Сахаров. Он игумен приезжал сюда. Кирилл. Он там все по-старообряшески ведет. Но он от московской патриархии. единоверцы, которые признают владычество дают им епископы все православные. Но они старообрядцы. А эти именно он московский патриархат. Но службу все ведет по-старообряшески. У него служит там Иларион, Алфеев служил. Все тоже одеты по-старообряшески. Их старообрядцы не грамот старообрядцы не признают. Которые вверху то еще грамоту могут выгодить. Он заступается за них. служба вместо счета клесовочка у него. То есть все как есть. И он у меня был говорит ну возможно ли примирение? Я говорю отец Кирилл ни грамма никогда. Вот заметьте есть такой фильм называется Раскол Николая Достоля режиссера 20 серий. Вот посмотрите ну я может вы не посмотрели вот если посмотрите я старообрядцев спрашиваю ваши принимали участие в этом? ну да там консультировали то другое и у них глава который против был это Аввакум протопоп это герой веры но он умирает уже на ниж шагу главное персты показать вот как показано бояры не везут и она персты два показывает картина Сурикова и здесь вот он набрал людей старообрядцам показать монастырь отец Кирилл и приезжает а те узнали что они едут они заперлись ну он людей это высаживает а они кричат старообрядцам ни конья не уходите отсюда это все он пишет ну а эти люди говорят ну куда ты привез нас он говорит ну мы их гнали там они сжигали себе все но мы потерпим что есть в начале где их ноги ступали и вот когда Песков Василий Михайлович он кажется был в комсомольской правде нашли Лыковых вот Агапия другие это Юкар Посипович отец Агапии первого узнал когда в войну то где были ну как война была а как сказали с немцами с германцем воевали Петру проклятие это он с немцами якшался и Никон говорит про Никона говорит как будто у него за стеной живет один в тайге но все остается то же самое непрощение тебе понятно это да понятно понятно ну поэтому бойся как огня блин вот мы были здесь где-то за лесом и у них прямо как поднимаешься по ступенькам высоко так входить и сразу написано кто заходит щепоти не молиться у нас в три пальца не слагать они в этом полагают буквы Иисус с одной вызову я говорю у нас есть одно и с людьми полторы буквы Ешуа отец на ум скажет Ешуа правильно говорю Ешуа Ешуа ну Ешуа но и кратко перепортили птихики когда ясно я думаю это блокировка дьявола я не хочу эти вот они люди такие это неизбранность как можно Евангелие у меня Библия в каждом томе у меня открытым оком книги 33 тома и там в каждой книге 3000 раз Евангелие встречается сноски один пишет твоя книга мне попала теперь я в туалете пользуюсь то есть по мусульманским законам он был бы казнен сразу а он хвалится этим они не верующие по Евангелию а он по своему и все время мстят кого-то ищут кто-то враги я-то хорошо хорошо знаю их они меня люто ненавидят ну а мне от этого ни горько ни холодно знаешь блокировка дьяволом получается конечно конечно не от Бога это как это от Бога может Библию зазирать и вот в этом фильме я не досказал раскол они ни Никон ни Авваку Библию ни разу не показали хотя псалтырь как считать по покойникам знает наизусть они одинаковые а вакуум уже арестованный и у царя Алексея Михайловича просит Алексей дай мне власть я их Никоньян перепластаю всех а если тебе у вас священник православный есть ты во дворе выкопай яму закопай туда столбушки заостри кверху и сделай так чтобы незаметно было и вызови православного батюшку и он когда упадет пузо прорвется а ты бегай вокруг и говорю ой батюшка я не знал во своем дворе не знал и он сидит сидит в трубе 20 лет там сколько и он грамма не двигается у него дети он наказывает когда умер Алексей Михайлович возьмите дегтю или там смола растопленная и он гробнист стоит в храме и пролейте на него на мертвого вот какая ненависть так все ушел если есть какие-то вопросы братья задавайте пока на связи Игнатий Тихонич мир вам с миром с миром Игнатий Тихонич вот есть молитва великого поста Ефрема Сирина датированная 901 года где там 4 так дух праздности уныния любоначали и празднословие не дашь мне это а первоисточники значит серебролюбия ну почему-то первоисточники были забыты и не приняты церкви а сейчас а сейчас а сейчас значит как как для пользования вот стоит ли стоит ли вот мне как начинающему верующими вот изучать и вникать в толкование вот этого издания ну от того что это вы Николай Георгиевич спросили что у вас изменится а мы не стали никого спрашивать включили и молимся и сребролюбия добавляем и все конкретно вот этот вариант который в церкви считается который в церкви добавляете одно слово сребролюбия и все встало на место нам и спрашивать некого и вопроса нет никакого и так вперед все слава Христу аллилуйя особенно легко говорить когда мы не привязаны к сребролюбию а если есть какое-то где-то что-то сохранили мы ищем тех кого из плена выкупить и поэтому мы с такой радостью это включаем это слово все годы эти и мы никого не спрашиваем все понятно спасибо так кто есть еще есть Игнать Тихонович мир вам Ксения Михайлова можно можно давай Ксения Михайловна так такой вопрос опять у меня семейный вот меня подруга спрашивает говорит я ей сказала место из писания что не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обличайте вот она говорит ну ты ходишь нас таких внешних людей обличаешь хорошо чтобы там мы спаслись и так далее а почему ты не обличаешь своего мужа я вот слышу что перечить мужу нельзя уже у меня настолько внутри это вошло в меня что я ему не перечу и получается что я его никогда не обличаю ни за что а он от этого моего необличения все сильнее и сильнее утопает в более тяжелых грехах вообще вот просто безумным становится говорит почему ты его не обличаешь он у тебя идет в ад а ты молчишь вот говорит я говорю ну понимаешь он меня за это может стукнуть просто она говорит ну ты не боишься что мы ты нас обличаешь потому что мы тебя не стукнем а его ты не обличаешь потому что он тебя стукнет ну ты как верующая, ты же не боишься умирать, но пусть ты его обречай, он тебя там убьет. Это же ничего страшного. Или вы-то неверующие, что вы боитесь смерти. Что ты боишься тогда умирать-то? Вот. И второй вопрос сюда же. Слышно? Слышно меня? Я слушаю вас. Я хочу вам сказать, что одно дело говорить, и другое дело делать. Вот когда Давыд отнял чужую жену, а мужа убил, то к нему приходит пророк Нафан. Он не стал говорить, ты убийца, хотя мог сказать. Он говорит, у одного было овечек много, у другого одна, и он одну отнял. Давида так разжег этой притчей. Он говорит, смерть ему, хотя за овечку надо оплатить, было только четыре овечки-то. Он говорит, да как это ты сделал-то? Все. Подойди к нему, к мужу. Умно подойди. Ты не имеешь права его учить, правильно? Павел пишет Етимопею. Учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвием. Но какую-то притчу найди. Одна вот так вот он уже там с другой сошелся. Я слышал рассказ такой. Он ее очень сильно любил. А тут даже она кроткая-кроткая тогда. Она говорит, я не против, что ты там женщины. Я попрошу тебя одну просьбу выполнить. Какую? Ксения. А Ксения ему отвечает, последний раз со мной прогуляемся вместе. Я тебя очень люблю, Костя. И они пошли, погуляли. И обратно она дошла, когда уже входить надо на третий этаж и говорит, я не могу идти уже давно. У меня ноги не поднимаются. Он ее на руки взял, а там ничего нету. Она уже вся высохла. И она этим его обратила. Когда он принес ее и положил на кровать, это последний раз он ее видел. Как он плакал. Как он теперь хватался за каждую минуту. Так что, Ксения, подойди с любовью, не обличая, а так, чтобы видно было, что ты его любишь. Вот обдумай, как это сделать. Вот как Нафан сделал, как обличил Давида, пророка. И Давид, а кто Сталина обличил? Мы не знаем, кто обличил, те пошли в гулаг, а иных распяли. Поэтому надо быть благоразумным. Вопрос хороший, подруга ваша правильно сказала. Начинай работать над собой и мужа старайся не потерять. С Богом! Угу. Спаси Христос, Игорь Тихос. Спаси Христос, Игорь Тихос. Продолжение следует...